А вы как-то, в принципе, в ход за ситуацией, которая развивается, ну, там, и на Юго-Востоке Украины, в Киеве, как-то следите? Знаете, я как раз занималась, я полгода жила в Киеве, как раз, когда начинался Майдан, и ходила туда, и, конечно, была воодушевлена, и была вместе с украинским народом. И пели вот этот, когда все пели гимн, меня это настолько шокировало. А когда все вот кричали, что кто не скачет, то и мы скакали? Вы знаете, никто, вот ни разу, ни разу ко мне, значит, меня я не испытала на себя национализма какого-то, или кто-то мне там что-то, и съемочная группа, и все люди, которые меня окружали, мы никогда, ни разу ничего подобного. Только любовь, дружба, мир и вообще, я не знаю, мне кажется, это, я не хочу говорить о политике, я вообще приняла когда-то такое решение, что я не хочу к этому иметь никакого отношения. Я за мир во всем мире, за любовь и за человеческие нормальные отношения. Потому что я, опять же, мать троих детей, и я хочу, чтобы мои дети в мире. Когда идет война, очень сложно быть за мир во всем мире, понимаете, это все хорошо, когда война не началась, когда начинают дети гибнуть. И понятно, что не наши с вами дети, но дети гибнут, и в общем, здесь всегда приходится выбирать сторону. Потому что те люди, которые говорят, я нейтральный, и мы всех любим, они, в общем-то, оказываются врагами и для той, и для другой стороны. Это очевидно, всегда так бывало, когда, в общем, война. На самом деле, я понимаю, что... У нас, от нашей семьи, простите, Евгения, перебью, от нашей семьи есть один на войне, а я вот на мире, знаете, война и мир. Вы имеете в виду бывшего супруга? Да, Эдуарда Лимонова. Эдуарда Лимонова. Ну да, он, кстати, в общем, такой человек, который достаточно четко артикулирует свою позицию. И он, кстати, меняет свою позицию, хотя в нашей культуре почему-то считается, что надо придерживаться тех или иных установок, хотя ведь меняется контекст, правильно, меняется информация. Мне кажется, что люди должны быть как-то гибче в том смысле, что можно пересмотреть. Он личный такой, да, вот как личность, он может не то что подстраиваться, он, значит, он растет, у него что-то меняется. Мне кажется, это показали то, что человек умный, потому что вот упертость какая-то, вот что там, вот... Все же изменилось, мы же в другом мире упомянули, да, вот наше с вами советское прошлое, ведь мы сейчас совершенно в другом мире живем, а некоторым кажется, что мы по-прежнему живем в Советском Союзе. Да, я знаю таких людей, как наши родители, которые невозможно ничего им объяснить, и что уже, ну давайте лучше съездите куда-нибудь, ну отдохните в Европу, ну посмотрите мир. Нет, ты вот на черный день себе не сэкономила, вот ты не умеешь жить, ты сейчас все растратишь, а потом... И вот это невозможно перебороть. Вот какой-то момент, что вот страха, понимаете, это, наверное, вот как-то вот в Советском Союзе у нас это вогнали жестким молотом. Ну вот обидно, мне кажется, что вот некоторые бывают случаи, когда вот я в Гоа жила там с детьми еще маленькими, и там, когда я видела, как молодые люди привозили своих родителей, которые сначала тоже говорили, ой, это Индия ужасная, это вообще никогда в жизни антисентария, куда вы ведете моих крошек, моих кровинушек, да, ну, по поводу своих внуков. И вдруг у людей менялось вообще мировоззрение, они видели эту красоту, это какое-то отсутствие времени и скорости жизни, а просто наблюдение там закатов, рассветов, падающих кокосов и, не знаю, просто гуляния по песку. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.